Ну и что касается танцев на льду, у нас здесь будет противостояние двух танцевальных дуэтов. Это Виктория Синистана и Никита Кацалапов против Пайпер Джиллс и Поле Парье, которые представляют Канаду. А произвольную программу катают в костюмах цвета вареной сгущенки. Ну и безусловно будет борьба. Что касается прошлого этапа, который Вика с Никитой выиграли, в произвольной программе так или иначе виднелись шероховатости. Сама программа у ребят не выглядела одним целым. И самое главное, что поддержки больше всего бросались в глаза именно из-за того, что выглядели тяжеловато на фоне общего катания ребят. То есть ребята катаются легко, хорошо, воздушно, но при этом пока что их поддержки тяжелые. Ну и сами дорожки шагов можно было сделать получше. И вот все это вместе у нас вылилось в то, что ребята проиграли произвольный танец, причем проиграли существенные баллы. И если бы не задел по короткой программе, по ритмическому танцу, то тогда ничего хорошего и не было. Но тем не менее, будем надеяться, что ребята от старта к старту будут прибавлять, и уже на этом этапе мы увидим улучшения. Ну и также стоит отметить испанскую пару Сара Хуртада и Кирилл Халявин, потому что другая испанская пара получает очень высокие оценки. И соответственно Саре и Кириллу нужно их догонять и обгонять. И это конечно будет очень сложно сделать, но мы будем надеяться. Ну а так у нас в целом борьба только за первое место. Главный вопрос, какой из двух дуэтов будет первым, а какой будет вторым? Пайпер Пола или Вика с Никитой. Но тем не менее, при любом раскладе, имеется ввиду первое или второе место, оба танцевальных дуэта у нас отбираются в финал гран-при. Что безусловно не может не радовать.